Мы приветствуем всех зрителей телеканала Рика ТВ в эфире проект «Город сегодня». О проблемах города и пути решения мы говорим в нашем эфире. Телефон прямого эфира 222-333. Сегодня обсуждаем очень интересную тему с нашими гостями. Итак, дорогие друзья, напомню, что телефон прямого эфира 222-333. За три года проект бюджетно-народного участия привлек десятки активных горожан. Он был частью предвыборной программы президента Касымжа Мартукаева и стал государственной программой, которая позволяет жителям городов предлагать акиматам идеи по улучшению инфраструктуры. Таким образом, граждане участвуют в распределении местного бюджета. Проекты выставляются на народное голосование, лучшее реализуется за счет бюджетных средств. О том, как это происходит, сейчас в октябре поговорим с нашими гостями. Это Райса Байлиева, депутат городского маслехата, и Нуржамал Куликенова, член Ассоциации деловых женщин Казахстана, а также депутат городского маслехата. Добрый вечер. Ну, перед тем, как мы начнем нашу беседу, я предлагаю посмотреть видео и сюжет, что вообще включает в себя бюджет народного участия, что это за проект, и далее обсудим, а зрители могут также принять участие. Еще раз повторюсь, телефон прямого эфира 222-333. Проект «Бюджет народного участия» появился в Ак-Тубе, как и в целом в Казахстане, в 2020 году. С каждым годом количество предложений от жителей прибавляется. Большая часть проектов включает работы по строительству детских игровых площадок, футбольных полей, пешеходных дорожек, благоустройству дворов и освещению. Так, активные жители микрорайона БАТЭС-2 предлагают сделать счастливым двор, когда-то брошенный застройщиком, и проложить пешеходную дорожку к 63-й школе. Проект показывает, как путь жителей микрорайона выглядит сейчас и как предполагается после его реализации. Неустроенный вид дворов – обычная картина для актюбинцев. А хотелось бы и волейбольные площадки видеть, и искусственное покрытие футбольных полей, и беседки для старшего поколения. В некоторых проектах подробно описано, какие именно спортивные снаряды и сооружения должны быть установлены. Автор тщательно подходит к плану и оценке работ, подсчитывая сумму, которая должна быть выделена из бюджета города. Каждый из проектов, предложенных жителями, оценивает экспертная комиссия. Прием заявок проходил в феврале-марте. Члены комиссии встретились с представителями 168 поступивших проектов. Теперь все проекты, представленные до 5 апреля, прошедшие экспертный анализ, направлены на голосование. Те, кто наберет свыше 50 голосов, будут реализованы в следующем году. Период голосования начался 6 апреля и заканчивается 24 апреля. На самом деле очень интересный проект, а вот с нашими гостями мы сегодня более подробно о нем и поговорим. Еще раз добрый вечер. Сколько существует проект вообще бюджет народного участия в Ак-Тюбе? Вы знаете, бюджет народного участия, вообще пилотный проект, он был в 2022 году запущен. А в Ак-Тюбе он начал действовать с 2021 года. На данный момент я являюсь членом экспертного совета по Алматинскому району. Я могу сказать, что в 2021 году по Алматинскому району поступило 43 заявки. Из них 35 было реализовано путем голосования. А вот в этом году сколько заявок поступило? В этом году поступило 168 заявок. И экспертным советом на голосование было отправлено 110 проектов. Авторы проектов, кто они? Вот сейчас мы увидели в видеосюжете, что хотим жить в жена Казахстана. Он Казахстан, с красивыми дворами. Чтобы выходили и радовались глаза. Авторами проекта являются неравнодушные, креативные, молодые, пожилые люди, которые на самом деле не безразлична судьба нашего города. Естественно, они свои явные видения, какой должен быть город, какой должна быть своя дворовая территория. Они в Алматинске и Астанинске акиматы дают заявки по подаче этого проекта. То есть неравнодушные люди, да? Да. А вот они есть, вот скажите, потому что мы привыкли к критике в социальных сетях. Вот, как мы привыкли, да? Очень привыкли. Ну, вы же согласитесь со мной. Нет, сейчас очень много стало жителей. На самом-то деле, вот наблюдаешь в последнее время, активных жителей стало очень много. Тем более, они могут обратиться, информацию они получают именно в акиматах нашего города. Это вот Астанинский и Алматинский. В самом акимате создается проектный совет. Вот этот проектный центр, даже проектный центр, вот в этот проектный центр они могут позвонить, уточнить. Проектный центр должен дать консультацию, разъяснительную работу. И вот после этого они могут предоставить свое проектное предложение. А сколько времени вообще дается на то, чтобы реализовать этот проект? Ну, в этом году, например, до какого у нас? По февраль месяца у нас прием заявок было, проектов, горожане. До первого марта, да? До первого марта было. Подают заявки свои. Вот я хочу, вот я председатель Астанинского экспертного совета. И вот по Астанинскому району в 21-м году всего поступило 10 проектов. На это ушло 50 миллионов. В 22-м году 11 проектов, но уже более масштабные. На это выделено 146 миллионов. Раиса, хочу спросить, масштабные в вашем понимании? Потому что люди уже не только дают один воркаут или один детскую площадку, например. Они уже дают вывоз, исключение там свалки, мусор. Там есть тоже такое, в этом нашем программе есть такая категория, вывоз стихийных свалок. Не пешеходные, вот воркаут-площадки, они более, по категории больше, меньше, 20 на 15, 20. Так же и категории детских площадок у нас делятся. Но ведь есть те дворы, где это сделать невозможно, те же площадки воркаута? Нет, есть такие дворы. Вот по этим дворам специально для чего создается экспертный совет? Для того, чтобы мы, жители, могут подавать любое предложение, любой проект. Мы, значит, экспертный совет, выезжаем на эти места по адресам и смотрим, соответствует ли вот данный проект этому предложению. Смотрим и говорим автору проекта свои пожелания. В первую очередь, земля не должна быть частной собственностью. Такие критерии есть. Потом должно быть соблюдение всей техники безопасности. И потом рассматривается тот вопрос, если уже данный проект заложен, ЖКХ в городском облагораживании, такие проекты сразу отклоняются. Такие планеты отклоняются. Напомним нашим зрителям, что сейчас вы можете позвонить и задать вопрос нашим гостям. 222-333. Это телефон прямого эфира. А мы вернемся к беседе. Должны ли они предоставлять все расчеты? Вы знаете, нет, не обязательно. Предварительный расчет. Они могут сделать предварительный расчет. Почему? Потому что проекты реализуются сейчас, голосование проходит сейчас, а сам проект, реализация его, выделение средств идет на будущий год. Вот даже сейчас, например, в 2023 году, вот 168 проекта, те, значит, проекты, которые были в 2022 году, они реализуются только в 2023 году. За год, то есть? За год, да. С запасом. Да, с запасом. Ну, а учитывается ли рост цен на те же строительные материалы? Естественно, они должны вообще вот по факту, то, что люди у нас самые такие, вот знаете, они берут самые такое, ну, средние. Самая главная идея, проект. А сейчас по Минфину, например, у нас стоимость одного проекта не должна превышать 15 тысяч. Это на следующий день составляет 51 миллион 750 тысяч тенге. В любом случае за пределы суммы выходить нельзя. Вышло на меньше. За свой счет, да. Меньше можно. Больше нельзя, да. Вот в прошлом году было, да, например, 10 тысяч МРП. Видите, с каждым годом он растет. Соответственно, и запросы жителей тоже растут. Я почему задал этот вопрос? Потому что рост цен на все, на продукты, стройматериалы и так далее. А в основном проекты по своим дворам предполагаются и реализуются? Либо есть авторы, которые думают о благоустройстве общегородской территории и близлежащих территорий? Есть такие жители, есть такие авторы проектов. Вот, например, я буквально сегодня разговаривала. Есть один проект в пригородном. Значит, у них там целая улица длинная, и жители хотят посадить деревья. Но так как по проекту, по проектному предложению они подали только на тротуары, они хотели сами озеленить. И за свой счет, вот они хотят озеленить. Вот эти вот люди, как раз вот эта целая улица, это считается место общего пользования. То есть есть такие люди. Но интерес колоссальный, да? Да, есть интересы, да, конечно. Вот даже есть один проект, называется «Нью Ак-Тубе». Мне даже понравилось его название. Расскажите. «Нью Ак-Тубе». Вот один автор проекта подал вот этот вот для того, чтобы разбить парк. Вот в своем мнении. А в каком районе, если не секрет? Вы знаете, это в старой части города приблизительно, вот сейчас я не помню, но вот данный проект реализован будет, сейчас скажу, приблизительно где. Так, вот видите, у наших сегодня прекрасный гостей, да? Еще в тепло ясно есть парк. Вот. Все знаете, молодцы. Вот это радует, когда люди приходят и ориентируются хорошо в теме, о которой мы говорим. Парк здоровья. Парк здоровья. Так, район Алматы, жилой массив Каргалы. Вот, пожалуйста. Есть у нас телефонный звонок, мы сейчас пообщаемся со зрителем. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Вас очень плохо слышно, говорите, пожалуйста. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Мы рады вас приветствовать. Вот я хотел вам, ну, это, вопрос задавать. Да, да. Да, это, вот, хотел вам, этот, ну, вопрос задавать на, ну, это, насчет 11 микрорайона, он там. Вы сейчас спрашиваете у нас про 11 микрорайон, да? Да, 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 около 76 дом. 76 дом. А есть у вас? Это район Астанинского Акимата, ну, 11 микрорайона жители очень в этом году активные. Очень активные. Около, и мне как бы память не подвела, вот, очень много. Там пришлось некоторые дворы соединить, где-то поставить воркаут-площадку, где-то детскую площадку, потому что в некоторых местах был воркаут, где-то была детская площадка, где есть детская площадка, мы устанавливаем воркаут-площадку. А где нет, да, правильно, что всем было как-то комфортно, ну, двор один. Я думаю, многие проекты прошли на голосование, и надеюсь, что жители будут очень активно голосовать за свой район. Вот насколько я помню, вот 11 микрорайон подал именно приблизительно где-то порядка 15 проектов, да? Больше всех. Больше всех, только один район, представляете, один район. Очень много. Один район. А вот по какому принципу комиссия отбирает проект? Ну, во-первых, это должно быть, данный проект не должен повторяться. Почему? Если рядом есть детская площадка, например, да, то, соответственно, мы строить детскую площадку еще не будем. Ну, не дадим разрешения на это. Дальше, ну, во-первых, доступность должна быть обязательно. Потом именно должна находиться на той территории Акимата, да, в которой вот именно находятся, проживают эти жители. Тоже этого, этот, обязательно нужно учесть. Ну, я думаю, что комиссия, ну, должно быть, она, знаете, вот, целостным. Проект должен быть целостным. То есть один элемент ставить нельзя. Почему? Потому что если выделяются деньги, на следующий год он может сказать, вот у меня поставили одну горку, например, на следующий год я хочу, например, другое. Другой элемент. То есть такого не должно быть. А вы сталкивались с недовольными участниками проекта? Да, потому что жители нашего города тоже можно понять, потому что в основном заявки подаются, где должна соблюдаться техника безопасности. Электроэнергия, газовые, вот такие проекты, естественно, они, ну, как отклоняются. И понятно, что это невозможно перенести. Да, если есть коммунальные сети, если проходят, мы тоже отказываем. Потому что с нами выезжают не только работники Акимата, ЖКХ выезжают с нами, отдел строительства, да, для того, чтобы они сразу нам сказали, будет этому проект, быть этому проекту или не быть. Сразу дают рекомендации. Вот видите, активные горожане звонят и выражают свое мнение, задают вопросы. Но есть один отклоненный проект по проспекту озеленения по адресу проспект Сан-Кибай-Батыра. Почему его комиссия не приняла? Да, Сан-Кибай-Батыра, это относится к Астанинскому округу. Рейса, к вам, да, получается? Да, да, да. Это потому что у нас благоустройство общего городского территории. Они вот только что задавали вопрос, они тоже по всему Сан-Кибай-Батыру хотят вот доль, все деревьями озеленить. Ну, это уже в проекте у нас как ЖКХ уже есть, и потом еще они такие декоративные какие-то вот. Ну, это общего пользования, и это было отклонено. Сколько проектов вообще планируется реализовать? В этом году именно по Алматинскому району будут реализованы 23 проекта, которые прошли отбор в прошлом году. 23 проекта на сумму 427 миллионов. Только Алматинский район. А по Астанинскому 48 проектов. 48 проектов. Немаловажно. А 900-350 миллионов. Немаловажным вопросом остается, кто будет эти все проекты контролировать. Ну, конечно, это в первую очередь Астанинский и Алматинский акиматы. Мы сопровождаем. В том году мы сопровождали многие проекты, которые тендера выиграли, вот наши поставщики, да, которые выиграли. Мы сопровождали, качество их смотрели. В дальнейшем, когда они уже будут реализованы, они, естественно, ну, как переходят к СК, к кондоминиуму, и, естественно, на тех людей, которые активно подали эти заявки, они более будут ухаживать за этим, ну, как воркаут над детскими площадками. В основном это автор проекта. Автор проекта, да. Он привлекает участкового и акимат. В основном. Ну, в течение года. В течение года, да. Ваша задача воплотить, помочь реализации сделать. В них руках все содержать, как положено. Вот что будет с теми проектами, которые не набрали минимальных 50 голосов, да? То есть минимальное количество 50, насколько мне известно. Минимальное количество голосов в этом году 50. В прошлом году было всего 10 голосов. 10, да. То есть сами жильцы должны быть активными для того, чтобы проголосовали, да? Через соцсети. У всех сейчас есть чаты, ватсапи, насколько мне известно. Я просто сам не состою. Я вышел оттуда. Но, тем не менее, я за свой двор болею всегда. Есть 50 голосов. То есть это реально с дома там собрать, да? Не считая район. Вот 11 микрорайон. Еще раз, сегодня им реклама. Но те проекты, которые не прошли в этом году, они могут участвовать на следующий год. Но они предварительно должны провести беседу с жильцами данного района. Обязательно. Срок голосования до 24 апреля. То есть осталось не так уж и много времени, да? 6 апреля по 24. Его не планируете продлевать? Нет. Ну, срок голосования? Нет. Не планируется, да. Как и где голосовать, мы сейчас посмотрим скриншоты. Пожалуйста, внимание на экран. Уважаемые наши и зрители, пользователи социальных сетей. Так, давайте прокомментируем. Это скриншот у нас? Да, это скриншот, который сделан был специально Акиматом для того, чтобы люди могли голосовать. Так. Значит, любой житель может зайти на сайт Акимата, Алматы или Астаны, выбирает проект БНУ. БНУ? Да, проект бюджет народного участия. Как только он выбирает проект, смотрит, что он выбрал, лайкает, после этого идет детализация, да? Детализация. И, значит, пишет свой номер телефона. Ему приходит код СМС. Этот код СМС он, житель должен ввести еще раз. Так, да, вот номер. Да, номер телефона и код СМС, да, выходит, приходит. Так, ну, после этого, после кода. Идет запрос, да? Доступ к камере. Да, доступ получает, да, доступ к камере. Ну и, соответственно, камеру, да, смотреть на камеру, приблизить, повернуть голову. Digital ID, да? Да, Digital ID получается. И все, и запрос доступа разрешить, да? Да, разрешить. Фамилия, имя, отчество, и номер документа, и срок действия. Все очень просто. И потом заходит, опять же, к этому проекту попадает, лайкает, видите, да? Лайкает. Так. И все, и голос его отдан. Потом ему пишут спасибо. Ну, сбоев в этом направлении не было? Нет, не было. Вы это проверяете? Ну, мы сами голосуем. Да. Конечно. Вам можно это делать? Нет. Ну, почему? Мы же за свой район. А, даже так. Мы же каждый, если в нашем районе, почему я проживаю в этом районе, и почему я не могу проголосовать, соответственно. А вот те, кто узнал только о проекте, мы еще раз повторим, что им на следующий год можно тоже реализовать. Конечно, конечно. Но для того, чтобы реализовать проект, нужно его красиво преподнести. Красиво подать, да. Красиво подать. И еще важна очень поддержка самих жильцов, районов, октября. Жителей, да. А можно ли сказать, что проект, вот, бюджет народного участия полезен для города? Ну, во-первых, оно насчет финансово прозрачно, они узнают. Экспертный совет, когда уже проходят все вот эти стадии, экспертный совет на совещании, они уже, как, на голосование. На голосование проходят те, кто прошел. И нужная сумма, которая данному проекту нужна, они в дальнейшем, ну, вот, в этом году прозрачно, на следующий год будет реализация. И по этой сумме каждый житель, который подал заявку, может совместно с нами, с экспертным советом, контролировать работу, работу на ту или иную, там, ну, на детскую площадку или на Баркаву. Вот в этом плане. Рыса, а вот есть поставщики, наверное, с которыми вы людям рекомендуете работать, которые действительно знают, как построить эту детскую площадку? Сейчас... Этим занимается Алматинская и Астанинская Акиматы. Мы этим не занимаемся. То есть вы к этому отношению не имеете никакого? Нет, нет, нет. А тогда скажите мне, как сделать... Единственное, что мы можем сделать, например, да, мы можем просто, например, каждый депутат, например, или каждый член общественного совета может донести информацию до жителей своего округа. Вот это мы делаем. Ну, семья, как обычный, да, человек, который живет в доме, я не знаю, к кому обращаться, кто сделает детскую площадку. Да, на всех встречах с жителями мы об этом говорим. Соответственно, поэтому такая свидомлямисть в этом году очень такая большая, поэтому столько, очень много проектов в этом году поступило. Как вот сделать так, что проект точно пройдет? Ну, это, мне кажется, жители, активные жители должны в первую очередь прийти в Астанинский, в Алматинский Акимат и получить инструктаж. Не ленится пойти? Полностью, да, полностью. Ну, кто-то смотрит по телефону, кто-то, ну, где-то вот так узнал, где-то что, и как они могут как-то пропустить один год. Естественно, кто очень хочет, они приходят в Акимат, в Акиматы Астаны и Алматы и полностью получают инструктаж. И, естественно, они уже осведомлены, что это полностью безопасная зона, ни в чьих владениях она не принадлежит, и они дальше проходят. Но есть, наверное, такие у нас граждане, которые говорят, а мы не знали об этом проекту, а мы не успели. Есть такие проекты. Знаете, у нас в городе самый такой активный район с самого начала этого жилой массив Сазда. Они вот уже успели и площадки, и скверы, тротуары, ремонт всех площадок уже вот, они облагородили полностью свой вот район. Нет, на самом-то деле, вот в этом году жилищные массивы, да, вот все активные, да, в этом году. На самом-то деле, вот жена Конус, например, да, вот пригородный, Рауан, в этом году очень много поступило заявок. И я считаю, что там в основном, например, брусчатка им нужна, тротуарная дорожка нужна. И, соответственно, мы пропускаем на голосование. Раз это по критериям они проходят, почему бы и не дать. Ну и так же все зависит от самих жителей? Конечно, от самих жителей зависит. У нас здесь шикарный, есть скверы, я сам видел его, очень хорошо, современно оснащенный, световой конструкцией, там, красивый. Есть телефонный звонок, давайте послушаем нашего зрителя. Доброго вечера вам, среды. Здравствуйте. Еще дальше. Дальше что конкретно? Что, как, голосовать будет кто? Возьмите, пусть разговорят, уберут ограду, где тротуар. Так, немножко не поняли ваш вопрос. Повторите, пожалуйста, ваш вопрос. Возьмите магазин Ариол, там взяли, заградили, тротуар. Где? Где именно, в каком районе? А подниматься людям, боку, углу сделали проход, им там не поднимешься, старикам вообще не подняться. Пожалуйста, повторите, где, в каком районе сделали тротуар, где людям тяжело подниматься? Ну, не слышно совсем. Возле рынка. Возле рынка. Вы компетентны в этом вопросе? Переходны. Тут есть тротуар, заградили. Я слышу я ее, какой рынок. Возле какого рынка? Центрального. Возле Центрального колхозного рынка, правильно? Что там убрали? Во-первых, такие места не принадлежат. Спасибо вам за телефонный звонок, мы очень рады были слышать вас. Так, возле Центрального колхозного рынка. Это не имеет отношения к нашей теме сегодня? Конечно, конечно. Бюджет народного участия. Еще раз давайте повторим, Нуржамал Райса, об условиях участия в данном проекте. Во-первых, в данном проекте могут участвовать жители всего города. В данном проекте, во-первых, я еще раз говорю, что эта земля должна быть свободная. Для того, чтобы участвовать, нужно найти место, где будут обустроены, где не построены, хотят предложить проектное предложение сделать. Соответственно, она должна быть свободной, она не должна быть для коммерческих целей, не должна быть это место, этот проект не должен быть использован для коммерческих целей. И он должен быть, во-первых, актуальным, то есть нужным для города, нужным именно для этого населенного пункта. Строительство каких-то огромных развлекательных центров дорогущих сразу отстраняется от участия в бюджете народного участия. Еще от себя хочу добавить, кому интересно бюджет народного участия, они могут, кто проживает по Астанинскому району, они могут позвонить по телефону 416439 и 417317. И полная информация о бюджет народного участия будет им преподнесна. Я благодарю, что сегодняшний вечер вы посвятили нашему телеканалу людям, разъяснили, объяснили, что, зачем. Я думаю, что будут еще вопросы, будут пожелания, будут недовольны. Ну, вам удачи, успехов, здоровья. И чтобы все проекты актюбинцев, которые они предлагают и сделают это от души и для блага будущего поколения, были реализованы с огромным удовольствием. Спасибо большое. Спасибо большое. Вам, дорогие друзья, мы желаем хорошего вечера, крепкого здоровья. Смотрите все программы на сайте rikotv.kz, а также в YouTube. Всего хорошего. До свидания. До встречи в проекте «Город сегодня». Пусть наш город будет красивым, чистым, уютным. Уважаемые актюбинцы, начался этап голосования по проектам, предложенным по программе «Бюджет народного участия». Электронное голосование проводится на сайте Акиматов районов Астаны и Алматы. Соответствующие ссылки вы можете найти на инстаграм-странице Маслихата города, Актобе или Акиматов районов. Перейдя по ссылке на сайт, вы сможете просмотреть всю информацию о представленных жителями проектов. Для того, чтобы проголосовать за проект, необходимо войти на портал через электронную цифровую подпись. Нажатием кнопки «Проголосовать» вам откроется окно входа на портал. Авторизуйтесь через логин и пароль или цифровую подпись. Проголосуйте за проект на детальной странице проекта, кликнув на кнопку «Проголосовать». Напоминаем, что один житель может проголосовать только за один проект по каждому району. Этап голосования длится до 24 апреля. Ваш голос важен для нас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова